Депутат Хасавал, Казахстан Республика с премьер-министром Берншовом Басара, Скляр Роман Васильевич Кажолдонада. Уважаемый Роман Васильевич, поводом для нашего депутатского запроса послужили неоднократные обращения жителей и депутатов Маслихатов в ряда районов Акмолинской области. Качественные современные автодороги имеют огромное стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта. Помогают лучше раскрыть потенциал, прилагающий к ним территории, положительно отражаются на всей национальной экономике и на качестве жизни людей. На недавнем расширенном заседании правительства президент страны обозначил актуальные задачи на ближайшую перспективу практически по всем направлениям, в том числе и по развитию дорожной отрасли. Глава государства Касымжамар Кемельевич Шутакаев подчеркнул, что все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели. Казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными, пока этого не наблюдается. Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяженность дорог в хорошем состоянии увеличилась за последние 4 года на 3000 километров. Причем, главным образом, за счет республиканских трасс. Здесь дороги полностью соответствующие нормативным требованиям составляют 92%. Нужно отметить, что, к примеру, в 2018 году их было намного меньше, чуть более 80%. То есть, по дорогам республиканского значения мы имеем дело с хорошим, во всяком случае, заметным движением вперед. А вот доля таких дорог областного значения в отдельных регионах по-прежнему не дотягивает даже до 60%. Далее остается проблемой порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ. Зарубежные подрядчики зачастую уходят на конкурс, заведомо занижая цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень и другие материалы. Поэтому отечественные компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо демпингуют по цене, что негативно сказывается на качестве дорог и на сроках выполнения дорожного строительства. А тростливым и заинтересованным ведомствам необходимо разобраться в этой ситуации. Отдельно стоит отметить, что безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, наличие остановок пешеходных переходов, а также от их освещенности. За пределами городов республиканского ночения и областных центров на многих участках дорог отсутствует дорожное освещение. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Надо об этом прямо сказать в объективном дефиците средств. Тариф на электроэнергию достаточно высокий. Это в какой-то степени вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям. От граждан регулярно поступают жалобы и на придорожный сервис, либо и в отсутствие. И с этим у нас также проблемы. В этой связи необходимо согласованно приступить к пошаговому, поэтапному решению этих вопросов. Еще одна важная задача – наладить эффективное регулирование проезда чрезвычайных машин. Известно, какой урон они наносят дорогам, которые не предусмотрены для этих машин. Когда нарушают нормы перевозки грузов. Как правило, дорожно-транспортные происшествия на разбитых трассах неизбежны. Сейчас в Казахстане допустимая нагрузка на ось до 10 тонн. К примеру, у нас самосвалы китайского производства при грузоподъемности от 25 до 40 тонн ездят с большей нагрузкой. То есть их владельцы, а это в основном недопользователи, работающие на карьерах, грузят до 40 тонн и более. Применяемые штрафы не всегда эффективны. А если идет автопоезд, который везет до 80 тонн, то такой груз нужно возить только по рельсам. В западных странах подобные карьерные самосвалы не выезжают за пределы карьеров. У нас же многотоники спокойно курируют по нашим асфальтированным дорогам. Нужно признать, что это пока нерешенная страновая проблема. К примеру, в Акмолинской области вредному воздействию большегрузов наиболее подвержены дороги при столичных Аршалынского, Цельноградского и Шарцентинских районов. Только в Цельноградском районе действует 60 контрактов на недропользование общераспространенных полезных ископаемых. Такая же ситуация и в вышеназванных районах. Целым вопрос разрушения дорог к чрезловесным транспортом стоит остро во всех регионах республики. На основании изложено, уважаемый Роман Васильевич, просим вашего содействия в решении следующих вопросов. Первое. Предпринять действенные меры по привлечению отечественных компаний к реализации проектов в автодорожной отрасли. Второе. Принять меры по этапному повышению качества и обустроенности дорог, в этом числе их освещенности, в особенности в сельских населенных пунктах и пригородах, а также в улучшению придорожного сервиса. Третье. Ужесточить контроль либо ограничить проезд большегрузных машин, не соблюдающих нагрузку на ось на дорогах страны. Учитывая важность озвученного, просим дать ответ на депутатский запрос в письменном виде и предусмотрен законом ссылки. С уважением, Жунусов, Бекенов, Назаларанзе, Рахмет. Продолжение следует...